Я представлена была как филолог, то есть, соответственно, то, о чем я сегодня буду говорить, не имеет отношения строго только к написанию научных текстов, это имеет скорее отношение к написанию текста вообще, к тому, как мы с текстом работаем и что у нас там получается, что не получается. Собственно, в ануте, который мы заявили, мы говорили о том, что, вот казалось бы, мы собрали материалы, мы определились, что мы будем делать, у нас есть даже, возможно, написанный план, план исследования, говорили про план исследования на семинаре, ну, немножко говорили, вот у нас есть план. И казалось бы, ну, а что, все, садись, допиши. Вот тут вот возникает самая главная проблема, потому что систи написать не получается, не идет, возникает ступор, полный писательский блок. Вот сейчас мы попробуем немножко поговорить о том, почему он возникает и что можно с этим сделать с точки зрения, ну, скажем так, текста производства и текста изучения. Для этого нам нужно немножко отвлечься от написания, собственно, вашего научного текста и посмотреть, а кто пишет этот текст. Вот так вот, если мы на себя глядим, кто в нас текст этот пишет. Естественно, любой текст, собственно, любую речь в нас производят так называемую языковую личность с точки зрения филологической науки. Это довольно сложная структура, у нее, ну, примерно три уровня есть внутренних. Первый – это самый простой, бытовой, это обычные формульные вещи, это то, что мы делаем каждый день. Вот то, как мы общаемся, то, как мы разговариваем в рамках действительно простых каких-то заданий, бытовых. А вот второй уровень, это уже несколько посложнее, это уровень, который называют и когнитивно-логическим, и как его только не называют, существуют разные теории. Но, пожалуй, проще всего сказать, что на этом уровне мы начинаем описывать и определять мир. Вот на этом уровне наша языковая личность начинает вырабатывать какие-то формулы для описания мира. И, наконец, третий уровень, он прагматический, это уровень полного осознания, когда мы начинаем описывать то, как мы описываем мир. И в каком-то смысле самих себя. То есть наша задача с вами – активировать вот эти вот два уровня языковой личности, фактически третий в основном. Потому что мы имеем дело с готовыми концепциями, которыми мы каким-то образом должны жонглировать, не жонглировать, но что-то такое мы с ними должны делать. Почему у нас это не получается? У нас это не получается, потому что на этот третий этаж своей языковой личности мы ходим крайне редко. Она у нас туда просто не очень умеет заходить, эта языковая личность. Мы, понятно, что обитаем в основном на первом этаже в быту. На второй мы ходим в процессе обучения. На второй мы ходим, когда мы книжки начинаем читать в больших количествах, и что-то по поводу этих книжек пытаемся говорить. И вот нам, соответственно, надо ту личность натренировать на то, чтобы она выходила на третий этаж. Нам нужно ей показать, как туда идти. Ну, как мы можем это сделать? Ну, опять-таки, понятно, что учимся мы прежде всего за счет имитации. Как любые высшие животные, это мы делаем. И вот, казалось бы, мы прочитали кучу научных текстов. Мы прочитали все, что только можно, подбирая материал, выбирая, что мы будем с этим материалом делать, а не идет. Хотя, казалось бы, подражать-то легко, изображать-то легко. Не так легко, как казалось бы. Потому что то, что мы пытаемся сделать, когда мы имитируем чужую, ну, давайте скажем, научную речь, мы пытаемся заставить собственную речь перепрыгнуть сразу через несколько уровней. Ну, так вот, грубо говоря, мы пытаемся ее заставить похудеть к лету в течение одного дня. Это, естественно, ни у кого не получалось. Кто пытался худеть к лету, тот знает, что это совершенно невозможно. Ее надо туда потихоньку заводить. Ее надо потихонечку приучать к вот этой вот речи. И здесь мы сталкиваемся с первой трудностью, которую я, как преподаватель, я преподавала на младших курсах, поэтому я очень хорошо увидела, как, собственно, студенты второго-третьего курса, как щенки, выброшенные из лодки за борт, пытаются барахтаться, плыть в написании собственных научных текстов. В чем первая и главная проблема, в чем действительно колоссальная проблема при попытке написания научного текста? Мы его пишем не от себя, а мы его пишем от некой воображаемой персоны. Вот у нас есть некое научное я, мы представили, что наука должна выглядеть так и никак иначе. Ну, мы же читали, мы же знаем, как другие люди науку пишут. И вот мы конструируем, это абсолютно умозрительное существо, а оно говорить не может, потому что оно с нами не совпадает. У него нет нашей речи, потому что это конструкт, это ни в коем случае не рабочий инструмент. И вот это, пожалуй, первое, что нужно сделать. Нужно попытаться и, собственно, добиться того, чтобы этот научный текст писали мы. Нужно этот текст себе присвоить. Как это делается? Это делается довольно простыми способами. Они выглядят наивно, но при всей наивности своей они чрезвычайно действенны. Первое. Мы говорим о речи. Мы говорим всегда о речи, о языковой личности, которая речь производит. То есть, соответственно, чтобы начать говорить, что надо делать? Надо говорить. Это любой преподаватель иностранного языка. Все из вас, кто иностранный язык учил, это слышали многократно. Чтобы заговорить на языке, надо говорить. Никак иначе это не пойдет. Можно выучить безумное количество лексики. Можно в аудировании превзойти всех вокруг. Можно, я не знаю, фильмы в оригинале смотреть, сериалы современные читать. Но пока ты не начнешь говорить, ты не заговоришь. Соответственно, что мы делаем? Мы говорим. Мы говорим вот в самом прямом бытовом смысле этого слова. Мы осваиваем процесс говорения. Каким образом? Рассказывайте. Рассказывайте о том, о чем вы пишете. Кому угодно. Самим себе, друзьям, коллегам, я не знаю, кошке. Кому угодно. В конце концов, на диктофон. Это чрезвычайно полезная практика для человека, который начинает писать. Поговорить с самим собой, поговорить с диктофоном, а потом послушать, а что ты там, собственно, наговорил. А как это все звучит. Когда мы слушаем речь, даже свою, мы ее воспринимаем уже совершенно другими механизмами. Мы ее совершенно по-другому оцениваем. Соответственно, мы слышим, где у нас логические провалы, что еще нужно бы сказать, что с чем не стыкуется, где мы повторяемся, где мы недостаточно ясны. Говорить и слушать самих себя. Чрезвычайно простой прием. И в этой простоте своей, как гаечный ключ, безотказно работающий. Прием, который не ломается. Вот это вот первое, пожалуй, самое простое, самое очевидное и то, чего никто никогда не делает. Все почему-то считают, что надо писать. Вот надо сесть, открыть, я не знаю, программу или перед листом сесть, если есть потребность писать от руки или, допустим, на машинке, как в американском кино. Нет, надо говорить. Надо проговаривать, надо говорить. И, кстати, именно поэтому, вот тут, если я немножко маслица пролью, да, поэтому надо участвовать в семинарах. Более того, надо активно участвовать в семинарах. Не просто сидеть и слушать, что там кто-то говорит, а говорить самим. Потому что как только вы начинаете говорить, вы заставляете речь работать, вы заставляете мозг переключаться в режим производства речи. Ну, это вот такие вот действительно механизмы простейшие психофизиологические. Аппетит приходит во время еды, говорение раскрепощается в процессе говорения. Чем больше мы говорим, тем легче мы говорим. Вот это вот первое. И самое главное, что особой разницы между письмом и говорением в идеале не существует. Это все часть нашей вот этой вот языковой личности, которая должна работать с текстом. Это часть языковой личности, которую должны этот текст производить. Соответственно, идея о том, что научный текст – это какой-то такой специальный текст, и для этого нужно принять какую-то особую речевую позу, и вот из этой позы попытаться его произвести, эта идея крайне вредная. Это идея, которая под текст так вот как мина подводится и взрывает его, когда он еще даже не начал писаться. Нет. Не нужно принимать специальную научную позу. Наукообразие – это самый страшный вред. Так, что? Я попала в какую-то болевую точку, я смотрю, да? В очередную. В очередную болевую точку. Вот эту вот проблему наукообразия, я опять-таки со своими студентами с ней сталкивалась регулярно, потому что когда ты читаешь студент-теоргитет, очень старательно написанный, вот туда втащены все конструкции, все формулировки, он такой тяжелый, занозистый, угловатый, и поставить его невозможно, потому что он начинает разваливаться вот так вот в разные стороны. Ну, только лежать может. Когда просишь человека, пожалуйста, расскажите мне, что вы здесь написали? Он начинает вдруг человеческим голосом рассказывать понятно и складно первый вопрос, который возникает у преподавателя, а почему бы он так это все не написать? Зачем вот этот вот лом чужих научных статей в тексте, что он вам дает? Прыгать с цитата на цитату при написании текста – это путь провальный. Цитата – это прекрасно, когда она подтверждает какие-то ваши рассуждения. А когда у нас вот одна цитата вбита, вторая цитата вбита, и вы как альпинист по колышкам по ним куда-то пытаетесь залезть, но это, как правило, ничем не заканчивается. Лезть-то имеет смысл, если ты знаешь, куда ты лезешь, и самое главное, зачем ты туда лезешь. Соответственно, вот этот вот момент упрощения, я вас не призываю ни в коем случае разговорным языком статьи научной писать. Хотя, если посмотреть на тех, кого мы читаем с удовольствием, из ученых, они, собственно, говорят очень просто. Они рассказывают, они беседуют с читателем, но ни в коем случае не пытаются его нагрузить как можно большим количеством заимствованных идей и цитат из других научных трудов. Но это упрощение – это очень верный рабочий путь к тому, чтобы потом начать писать сложно. Для того, чтобы войти в свою сложность, идти надо через упрощение всегда. Хотя бы для себя. Хотя бы вот на пальцах себе объяснить, что и как. Усложнить – успеть всегда. Усложнить – это, пожалуй, самое легкое вот такой вот парадокс. Если вы понимаете, о чем вы говорите. Начинать со сложности бессмысленно, потому что она вас никуда не пустит. Она вас в текст не выпустит. Она вам просто не даст говорить. Вы в ней заблудитесь, вы в ней запутаетесь, и она вас вот так вот прибьет к земле. А вам двигаться не даст. Какой еще путь можно попробовать вот в этом вот освоении текста? Как еще можно в него войти? Не просто рассказ, не просто разговор, обсуждение. Опять-таки, вот тут вот семинар, семинар и еще раз семинар. Семинары существуют не для того, чтобы заполнять место в сетке расписания, а для того, чтобы дать вам размяться, чтобы дать вам разогреться для собственного письма, для обсуждения. Потому что, как вы прекрасно знаете, именно в процессе уточнения, взаимных вопросов, взгляд со стороны, лучше понимаешь, и что ты, собственно, делаешь. Чем большее количество зеркал вокруг, тем, соответственно, легче нам трехмерную картину создать. Чем в большем количестве зеркал мы отражаемся, тем вернее мы увидим, как оно выглядит со стороны. Потому что понятно, что любой текст – это некая постройка, это некое архитектурное сооружение. Мы его возводим постепенно. Мы его из чего-то складываем. И, как правило, мы находимся в положении вот тех вот каменщиков, которые башню строят изнутри. Мы себя в него закладываем, в этот текст. Мы его со стороны не видим. Это не всего святого в интернете. Ну так, естественно. Хорошо, если там еще почему-то никому интеллиент найдется. А то ведь просто так замурует и человек ни за что. и вылезти не сможет. Соответственно, что нам надо сделать? Нам надо из этого текста временами выходить. Нам надо на него смотреть. Нам надо его оценивать. И вот тут вот я сейчас скажу страшную вещь для любого человека, который когда-либо писал курсовую работу. Для этого нам нужно время. Для этого нам нужно время. Да, мы все овральщики. У этого есть совершенно великолепное психофизиологическое объяснение, почему мы работаем на оврале, почему мы пишем все, когда дедлайн уже нам наступает на хвост и даже, может быть, ноги отдавил. Дело в том, что мы с вами все в силу перенасыщенности нашего эмоционального поля люди с мощнейшим эндорфиновым голоданием. Мы живем на очень скудном эндорфиновом пайке. И, соответственно, чтобы выцарапать немножечко эндорфинчиков у собственного хитрого организма, мы его ставим в условия контролируемого стресса. Как то, терпим до дедлайна, и нам вот у нас ночь на написание чего-нибудь. Не спим до 4 утра. Организм говорит, да черт с тобой, на тебе эндорфинов, на, тебе надо, я понимаю. Другим образом он их не отдаст. Он их прячет в защечные мешочки на случай, вдруг они понадобятся. Но мы заставляем его отдать. Мы делаем так, чтобы понадобилось. Поэтому у нас тут получается такой двойной эндорфиновый забор. Первое, это когда организм выбрасывает, ну на, пожалуйста, на, работай, работай. И второе, когда мы все-таки успеваем в последние моменты, вот этот вот момент вознаграждения, нам еще одну эндорфиновую волну подкатывает. Вот мы дважды ловим, собственно, свой эндорфиновый приход на том, что мы не работали весь семестр. Я все прекрасно понимаю. Я это, естественно, со счетов не сбрасываю. Но что мы теряем в этом случае? Мы в этом случае теряем возможность текст перечитать. Совершенно бесценно, потому что когда мы его делаем, когда мы его строим, мы его действительно видим только вперед. Мы как в шорох в него входим. Мы видим вот только то, что перед нами сейчас. Если вы начнете его перечитывать прямо в процессе написания, это ничего вам не даст. Вы в нем находитесь. Вы его пока не способны оценить. Он должен чуть-чуть полежать. Ну, хоть пару дней. Вот эту пару дней вы всегда должны себе оставлять. Вы всегда должны себе оставить возможность текст прочитать, элементарно отредактировать там, где вот вы переносили кусками предложения, и у вас периоды несогласованные оказались, потому что вы прочитали его, скатились по нему как с горки, не заметив того, что у вас какие-то в нем остались торчащие гвозди. То есть я понимаю, что я сейчас таблицу умножения вслух рассказываю, можно читать, пересчитывать, редактировать и прочее. Но действительно эти механизмы работают, поэтому мы о них и говорим. И, собственно, вот этот вот процесс редактуры... Прощение, я вылезаю из крайне неприятной простуды, я уже социально не опасна, но несколько мешает мне это говорить. Собственно, процесс редактора я могу еще и как переводчик оценить, поскольку, ну, собственно, любой текст, написание любого текста это в каком-то смысле перевод. Мы его переводим в доступные категории, мы его переводим в понятную знаковую систему. Здесь, кстати, сказать очень интересно, потому что, смотрите, мы выросли под таким, ну, фактически лозунгом, со школы мы его знаем, риторическим, кому его только не приписывали, и блало, и кому только нет, кто ясно мыслит, ясно излагает. Это не совсем так. То есть в этом есть, конечно, зерно истинное, но это не совсем так, потому что на самом деле механизмы производства речи позволяют этот лозунг в обратную сторону запустить. Кто ясно излагает, тот начинает ясно мыслить. То есть чем больше мы говорим, чем больше мы уточняем собственные значения, тем яснее они нам самим. Мы в этом отношении, надо сказать, такие очень самозаговаривающие зверушки. Мы можем себя убедить, мы можем себе самим что-то рассказать, объяснить. У нас это хорошо, хорошо, хорошо механизм работает, он у нас встроенный. И, соответственно, для того, чтобы возникла некая ясность, нам нужно предельно ясно, предельно понятно это сформулировать. Как этого добиться? Только редактурой. Только перечитыванием и только редактурой. Думать, что вы сядете и напишете сразу идеально, бессмысленно. Вы этого не сделаете, этого не сделает никто. Нет, возможно, три строки вы напишете, вот те самые, которые были нужны. Но потом эти три строки, как вы понимаете, придется еще обращивать огромным количеством текста. Они вот стволовой клеточкой какой-то будут. А уж дальше вы из этого будете что-то вытягивать. И, соответственно, это придется переписывать, и это придется переделывать многократно. И вот это вот момент, из которого надо научиться извлекать удовольствие. Он чудовищен. Если посмотреть на него как на задачу, копаться в тексте, ковыряться в тексте, на самом деле, это может быть источником огромного удовольствия. Потому что посмотреть, что вы делаете. То, что вы сами выстроили, равняете, рихтуете и приводите в соответствие с некой внутренней идеей. То есть фактически, если я про перевод вспомнила, вы добиваетесь наиболее точного соответствия того, что у вас там на мониторе на бумаге, тому образу, который у вас изначально существовал. А у вас, безусловно, изначально существует некий образ текста. Если его не существует, то вы просто не напишете ничего. И, соответственно, вот эта подгонка под образ текста, под вот этот вот какой-то недосягаемый оригинал, который у вас где-то там есть, это, на самом деле, источник величайшего удовольствия. Это тот процесс, про который все время великий Михаил Леонид Челозинский «Красная гордость отечественного перевода» сказал. Задача эта не может быть выполнена полностью, но к ее выполнению нужно стремиться. То есть это вот такой вот замечательный, вечно отодвигающийся рубеж, вечно отодвигающаяся цель, которая нас заставляет что-то делать, которая нас заставляет идти вперед. Что еще нам мешает писать? Вот мы сели, вот мы смотрим в Монидор и ничего не можем сделать. Как ни странно, нам страшно мешает писать план работы. вот тот самый план работы, который вы так старательно составляли, вы думали, вот сначала вот это, потом вот это, ну, как положено, введение, обзор, литература, это страшно мешает писать, потому что наш мозг работает очень буквально. Ему сказали, вот у тебя план, и он это воспринимает как рабочую процедуру. Сначала я должен сделать вот это, потом я должен сделать вот это, потом я должен сделать вот это. Вы когда-нибудь писали введение перед текстом? Вот признайтесь честно, положите руку на сердце и скажите, кто-нибудь когда-нибудь писал введение до того, как написать текст? Конечно, нет. Этого не делал никто. Потому что для того, чтобы как-то подойти к проблеме, нужно, собственно, понять, а что у нас за проблема? А к чему мы подходим-то? Нельзя подойти в никуда. Нельзя подойти, если у нас места нет еще, в которую мы планируем прийти. Соответственно, план не догма, а руководство к действию, как марксизм. Для того, чтобы начать писать, начните писать с сути. С чего угодно, с того, что вам понятно, с того, что вам, наоборот, непонятно, и что нуждается в прояснении, с проблемой, вот с той центральной проблемой, вокруг которой вы, собственно, собираетесь все выстраивать. Либо с подхода к этой проблеме, с обозначения этой проблемы, с того, вот почему, собственно, она возникает, почему она нас интересует, зачем она нам нужна. В любом случае, начинайте с вот этих вот мясных вещей. Начинайте с того, что для вас без спорта. А уж потом к этому пристроится и введение, и все, что угодно. Начинайте с того, что у вас есть. Клиниж буквально на полминуты. Именно поэтому, когда разрабатывается план выстраивать структуру исследования, в ней категорически никогда не пишется ни введение, ни заключение в структуре. Что они там все равно есть. Мысленно, имплицитно. Не надо их дописать. Они там возникнут, рано или поздно. Но потом, это действительно уже некий завершающий этап работы. Я помню, собственно, как мне мой научный руководитель говорил. Первая глава, вторая глава, третья глава, заключение. Введение. Нам введение нужно написать. Потому что действительно это то, что возникает в обратной перспективе. То, что возникает, когда у тебя уже что-то есть. Когда ты понимаешь, а куда мы, собственно, идем. О чем мы, собственно, будем говорить. Вот этот вот момент преодоления чистого листа, преодоления первого блока, это, конечно, момент психологический. Потому что нам всем кажется, вот чтобы у нас не было, я не знаю, красивая новая записная книжка, в которой хочется что-то написать. Чистый монитор, свежеоткрытый документ. Нам всем кажется, что вот первое, что мы там напишем, это фактически определит судьбу всего. Вот сейчас мы должны там что-то такое важное, главное написать, и оно дальше само пойдет. Нет, не должны. Более того, даже если мы там напишем какую-то вот прекрасную, там, я не знаю, золотой гелевой ручкой мысль, это не значит, что дальше оно само пойдет. Собственно, я сейчас вспомню всеми любимого профессора Толкина, который, как мы знаем, со студенческой описки в одной из работ начал построение собственной вселенной. «Aways and Hobbits» написал его студент вместо «Hobbits». Толкин выписал снова «Hobbit» на промокашку, посмотрел на него, и ниже написал «В земле была норка, в норке жил Хоббит». И как мы знаем, с этого, собственно, начался вот этот вот мир, который мы знаем. Как вы понимаете, записки со студенческой, ни с чего-то судьбоносного. Нет. Со слова. Со случайного слова, которое вот глаз соцепило, которое к чему-то побудило, которое вот как-то послужило таким своеобразным триггером. Соответственно, вот у нас пустое окно в программе. Ну, напишите нам про ходы-то, про того или иного. И в тот момент, когда что-то уже появляется на этой пустой странице, нам становится гораздо легче продолжать писать. Но тут мы можем, конечно, и китайцы вспомнить, которые говорили, что первая черта разделяет хаос и, собственно, кладет начало творению. Что-нибудь, что угодно. Вот сели, записали какую-то мысль, опять-таки, которая вот где-то в середине текста потом будет. Не надо начинать сначала. Это работает только в «Валисе в стране чудес», когда червовый король кролику говорит, начни сначала и продолжай, пока не дойдешь до конца, когда дойдешься, остановись. Написания текста нет. Это не работает. Мы вполне можем начать с середины, там, с последней трети, с чего угодно. Нас никто не ограничивает. И самое главное, нас никто не контролирует. И вот это, пожалуй, третья самая главная проблема. Она не столько даже текстопроизводственная, сколько она психологическая. Нам все время кажется, когда мы что-то делаем от себя, что мы это делаем сразу на оценку. Мы это делаем под неким незримым наблюдением. И вот мы здесь можем ошибиться, мы сразу должны сделать все правильно. Нет. Мы этого не можем сделать, во-первых. Во-вторых, пока текст еще формируется, пока вот он еще у вас, я не знаю, в ноутбуке, на бумаге, где угодно, он ваш. Вы с ним можете делать все, что угодно. Вы можете его полностью переписать, вы можете его перекомпоновать, вы можете его вывернуть наизнанку, вы можете поменять проблему, в конце концов, и то, что вам казалось должно быть центром, уйдет куда-то в подходы к проблеме, станет обоснованием этой проблемы. То есть вы с этим текстом можете делать все, что угодно. Это очень сложно. Себе право дать, делать тексты все, что угодно. Потому что мы все думаем, что сейчас мы сделаем неправильно, и, по-моему, мир мухнет. Нет, не рухнет. Как ни странно, мир мухнет. То есть то, что мы фактически должны сделать с этим текстом с самого начала, это так или иначе, ну, я пыталась какие-то подходы обозначить, это так или иначе этот текст взять в свои руки. Это ваш текст. Ни чей-то. Более того, пишите-то вы его, понятно, что вы пишите его для того, чтобы, я не знаю, что за счет получить, или что теперь получают. Добренько, я не ставила никаких оценок никому. Но в процессе написания вы его делаете совершенно не для этого. Вы его делаете для него самого, для этого текста. Единственная цель написания текста – это написание текста. У него никаких других задач в принципе нет. Он ни для чего другого не предназначен. Соответственно, он ваш. Кроме вас его никто не может считать правильным или неправильным. Его могут считать нелогичным, его могут считать неубедительным. Но когда вы его принесете научному руководителю, тот скажет, да, вот это хорошо, но вот это вот хорошо бы развить, а вот это хорошо бы не здесь, а вот здесь. Ну, это уже процесс компоновки. И компоновать все равно будут то, что напишете вы. Вот это вот, пожалуй, ключевой принципиальный момент, мимо которого мы все проскакиваем. Писать будете вы. На конференцию, на семинар, куда угодно, с этим текстом, с этой концепцией выйдете вы. Не ваш научный руководитель. Выводите, это ваше. Лучше вас этого никто не знает. Потому что вы это придумали, вы это делаете. И вы в этом сидели дольше, чем кто-либо. Вы ориентируетесь там лучше, чем кто-либо. И вы бы за него полностью отвечаете, безусловно, за этот текст. А вот теперь подумайте, можете вы полностью отвечать за то, что составлено из чужих форм. Можете вы полностью отвечать за то, что не вы говорили. Нет, не можете. Можете отвечать только за свои слова. Что нас возвращает вот к этой вот первой главной проблеме? Текст должен быть вашим. Это ваша речь. Это то, как вы исследуете, формулируете то, к чему вы в процессе этого исследования, формулируя собственное наблюдение и выводы, приходите. И за вас это сделать не может никто. Списк литературы, никакая библиография за вас это не сделает. Научный руководитель за вас это тоже не сделает. Хотя стараются обычно влезть в текст и как-то хотя бы что-то там реанимировать. Хотя бы хотела что-то это сложить. Но опять-таки, если приносить ол вот этот вот вторсырье такое из чужих концепций, а что с этим делать? Естественно, как-то гвоздями сколачивать. Поэтому научный руководитель сидит и сколачивает это всё гвоздями во что-то похожее на, ну, хотя бы квалификационно похожее на исследование. Мы здесь, собственно, говорим вот о чём. Мы здесь говорим о том, зачем вы это делаете? О чём бы мы ни говорили, мы всегда упираемся в вопрос об исходном смысле. Зачем вы это делаете? Для того, чтобы преодолеть вот эту квалификационную ступень и перейти на следующую? Ну, как говорил в своё время мой режиссёр, если не ставить большую задачу, не возникнет больших усилий, тем более больших результатов. В конце концов, студенту полагается совершать открытия, которые меняют вверх. Ну, правда, потом он упирается так или иначе в некий потолок, но изначально поле возможностей это у вас совершенно неограничено ничем. Вы можете идти куда угодно, говорить, что угодно. Вам скажут, если что-то вдруг, ну, скажем, не туда вас поведёт. Но вот этот вот процесс написания текста, это, собственно, поле, в котором вам сказать, что вы что-то делаете не так, довольно сложно. Потому что нельзя человеку говорить, что он говорит не так. Ему можно сказать, что у него в речи есть некоторые ошибки, что он ударение не так ставит, с падежами у него что-то не очень хорошо. Но ему нельзя сказать, что речь его не верна. Сама по себе вот этот процесс говорения не верит. Такого не бывает. Потому что здесь мы говорим о демонстрации того, что мы языковой личностью назвали. Вообще демонстрации вот этого вот её высшего уровня о попытке построения образа мира и образа себя. Здесь не может быть ошибки. Здесь не может быть ничего не верного. Соответственно, вот это вот отпускание языковой личности на волю, вручение и всех прав на текст и ну такой кардмаш делай что хочешь. Это то, к чему мы в идеале должны постремиться. Вот мы описываем мир так или иначе. Вот мы читаем книжки об описании этого мира и вот мы выходим на вот этот самый прагматический уровень сознания, когда мы пытаемся сложить некую концепцию, когда мы пытаемся дать описание не только окружающей нас действительности, ну или там прочитанных книг, текстов, которые мы уже выучили, но и того, как мы это видим, того, как мы с этим работаем. Собственно, вот этот вот процесс написания нашего научного текста, давайте называть его научным. Что это такое? Это же фактически описание того, как мы работаем с известными нам концепциями. Это то, как мы работаем с предложенными нам знаниями, и что мы можем, исходя из этого знания, сказать. Что у нас появляется, какие у нас идеи появляются, как мы себя вписываем вот этот вот круг знаний, как мы становимся его частью. Эта проблема, конечно, гораздо шире, чем проблема речи, но я сейчас не буду вдаваться в психолингвистические концепции, потому что никому совершенно не нужно, мы не для этого здесь собрались. Я скажу лишь вот о чем. То, что мы с текстом делаем, то, как мы с ним работаем, это в каком-то смысле выстраивание собственного процесса мышления. Самая знаменитая студенческая «я как умная собака все понимаю, все знаю, сказать не могу» в основе своей концепции нужна. Потому что умная собака обладает интеллектом примерно четырехлетним ребенком. Вот такая настоящая умная собака, давайте возьмем бортер-колли, овчарку какую-нибудь хорошую тренированную. Она знает примерно столько же слов, сколько четырехлетний ребенок. Понятно, что она это воспроизвести не может, но она это понимает. Даже четырехлетний ребенок, обладающий речью, ну, то есть вот та самая умная собака, если ему задать вопрос о том, в чем он ориентируется, так или иначе ответит. То есть, соответственно, когда вы говорите «я знаю, но ответить не могу», вам даже не четыре года. Вы не владеете этим знанием, оно у вас лежит в голове неусвоенное, не присвоенное. Почему? Потому что вы его туда положили кубиком нерастворимым. Вы с ним не сделали того, что нам нужно делать и со своим текстом в том числе. Вы себе это не рассказали. Вы себе это не объяснили. Мы это делаем совсем. Мы все себе проясняем. Мы все себе так или иначе рассказываем для того, чтобы сделать это своим, для того, чтобы через речь, через говорение вернуть это в активный запас свой. Соответственно, вот та самая умная собака, студенческая, классическая, она должна научиться говорить. Хотя бы на уровне умной собаки, хотя бы на уровне четырех ребенка. А что я сейчас делаю? А что я про это знаю? А что у меня есть? То-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то. Это очень нудно на первый взгляд, но это единственный способ, которым мы что-либо можем загрузить в голову. Если вы текст перечитаете восемь раз, вы его запомните, но он у вас очень быстро вывалится из головы. Если вы расскажете, вы запомните его гораздо быстрее. Это вот тот простой механизм, с которого собственно все начинается. Сначала мы рассказываем себе, чем мы занимаемся, что у нас за проблема, а что по этому поводу кто говорил, а потом мы начинаем рассказывать себе, что мы хотим с этим сделать. Единственный способ другого не существует. Я не знаю, насколько это похоже на рекомендацию по поводу письма, но считать это итогом долгих лет опыта. Считать это таким вот, я не знаю, лайфхаком, не лайфхаком, но чем-то в этом все, как получается, делают именно так. Потому что другого способа никто вообще просто не придумал. Ну и собственно едва ли придумает, если конечно не придумают способ непосредственно в мозг выгружать с помощью каких-то встроенных портов. Но над это я надеюсь мы не доживем. Никто из нас. Потому что это будет все-таки уже не совсем надо. Ну что, я как Шехерезада прекращаю дозволенные речи и готова собственно к какому-то обсуждению перейти. Предполагается, что мы это обсуждали так или иначе? Да, есть такое. Есть такое. И пока вот коллеги думают какие у них есть вопросы, они есть у меня. У меня есть целых два для начала. Сейчас я их себе записал. Ну да. Собственно два момента. Мне лично здесь недостаточно прояснены оказались. Смотри, во-первых, вопрос роли цитата в тексте. Ну, потому что научный текст, не то, чтобы это текст, составленный из цитаты, понятное дело, не так, но что ты можешь рассказать, что ты расскажешь именно про цитирование в тексте. Какова роль научный цитат? Понятно, что цитаты нас так или иначе вписывают в традицию. Мы в традиции работаем, мы к традиции премысливаемся, мы традицию сами выстраиваем каждый раз для себя. Без этого, естественно, ничего у нас не будет, потому что, понятно, мы все-таки говорим о некой научной школе, говорим о примыкании сознательном к некой научной школе. Поэтому цитаты для нас это, с одной стороны, знак принадлежности к той или иной традиции, это такой маркер очень явный, а с другой стороны, цитата это такое счастливое совпадение с тем, кто уже так или иначе прикасался к твоей тематике и, возможно, сформулировал нечто, что помогает тебе формулировать свое. То есть, опять-таки, чего-то меня сегодня сносит китайцам, но есть же совершенно замечательная формула о пейзаже горы вод в эстетике в средневековой китайской, мудрые, глядя на горы и воды, слагали те или иные строки или вот зарисовывали вот это, и я прикасаюсь к этому собой, открываю для себя мудрость и возможность войти вот в это, в изображаемое. То есть, я открываю для себя и мир, и мудрость об этом мире одновременно, соприкасаясь с тем, что уже было по этому поводу так или иначе сказано. Но мы, если мы говорим об экземической традиции, мы же здесь еще очень важная вещь, одну диагональность, мы увязываем воедино различные поля, мы составляем более широкую сетку. То есть, мы связываем мысли из различных источников для того, чтобы воникла новая структура, для того, чтобы появилась какая-то новая конструкция, которая так или иначе укрепляет вот этот кусок знания, она его формирует, она как арматура работает. Соответственно, цитата нам нужна. Но, опять-таки, зачем она нам нужна? Она нам нужна для подтверждения, для уточнения, но ни в коем случае не для подмены собственного. А ведь у нас что происходит очень часто в ученической работе, вот я сейчас наберу цитат из умных, я наберу цитат из тех, кого ценит преподаватель, и вот их сложу в кучку, и между ними так набросаю какие-то... Своими словами их перескажу. Да, это святое, никто за мной не догадается. Самый он же никто не догадается, когда я это сделаю. А тогда еще. Ну, так, тогда я сейчас буду задавать более сложные вопросы. Ладно, смотри, ну, как бы цитат, хорошо, цитаты, в конце концов, эксплицитные цитаты, это довольно понятный инструмент, ну, такая, специя в блюде, да? Без него блюдо будет жить, но вкус у нас, конечно, добавлен, вовремя приведенное. Но часто сталкиваешься вот именно в студенческих работах, с чем сдает человек курсовую. Казалось бы, что-то придумал, да? А ты читаешь и понимаешь, что он последовательно пересказал, ну, не знаю, он пишет курсовую про массовое общество. И вот он хороший такой, он последовательно пересказал там РТ-2ГАЗ, это десяток актеров, но своего рассказа, то есть тут реферат. Сноске есть, нет, все своими словами, все, но реферат же. Где начинается свой текст и как уйти, вот чисто инструментально, да, на самом деле если что-то скажешь, как уйти вот от этого соблазна, да, потому что, ну, если я наберу и своими словами перескажу десяток актеров, то вроде это уже и моя заслуга, это что я их скрепилирую, это что я же их в этом порядке выстроил, но текст не мой. Но в этом случае мы должны сейчас большую претензию предъявить массе маститых ученых, которые у нас тоже очень любят пересказать чужие концепции, тут не к студенту основная претензия. Ну, работаем со студентами, маститых не исправлять не надо. Исправь до кого досядемся. Но на самом-то деле, собственно, без вот этой реферативности ничего же не будет. Мы говорили о том, что мы все учимся посредством подражания. Мы все учимся так или иначе имитируя. Соответственно, вот эта реферативная стадия, она же неизбежна. Мы от нее никуда не уйдем. Это правда. другое дело, другое дело, что если мы начинаем с реферата, а мы с него так или иначе начинаем, то мы должны сразу говорить о том, что реферат это ходьба с ходуками. Ну да. А потом уже ножками сам. Вот этот момент перехода на ходьбу ножками, ну себе как отцу, это понятно. Анючка сказала, ну дай мне садить. Да. Она сразу. Она побежала, да. Ну так это же счастье, когда сразу побежала, когда он так вот не хотел ходить, не хотел говорить, это же тоже проблема. Ну да. Ну собственно вот этот момент подражания, момент имитации, момент ученичества, он обязательно, ну он должен быть до конца осознан. Вот. Что я сейчас делаю? Вот я читаю умных людей, я пересказываю умных людей, я смотрю, как умные люди это делают. Зачем? Да, но потом тебе сдают текст, а на тексте стоит не фамилия Артегия Гассета, Тофлера, еще десятка, а фамилия, собственно, милой барышни или не менее милого джентльмена, который называет себя автором этого текста. А вот тут вот это то, о чем вы говорите на своем семинаре методическом, где пролегает граница между работой, рекомендов, обзор. Это прекрасно, говоришь студенту ты, но это обзор литературы, который у нас уйдет вот в эту самую первую часть. А где? А где? Где мерс? А где? Где исследования? Ну, это да. Нету, не вижу. Соответственно, ну, значит, надо идти писать исследования. А зачем? А чего вы хотели? А зачем вы пересказали всю эту литературу? Вы же для чего это сделали? Да, это понятно, да. Это был подход к чему-то, мы должны к чему-то выйти посредством этого. Мы не должны, конечно, потому что, ну, это же абсолютно школьный подход. Это абсолютно школьный подход. Я сейчас перескажу тот или иной учебник, получу свою пятерку, и на этом все закончится. Это хорошие дети-отличники, которые пришли из школы, и у них концепция работы абсолютно не школьная. Мы же, это давняя моя печаль, мы же совершенно не учим к несчастью пришедших на первый курс, к тому, чем отличается работа в университете от того, к чему они привыкли в старших классах в школу. И проговариваем вообще нам некогда, нам некогда, потому что у нас то-то-то-то-то-то-то-то, нам бы вот это успеть, это успеть, это успеть. А ждать, что сам догадается, ну, можно, конечно, есть отдельные, действительно, способные перепрыгнуть в этот новый вагон студенты, но мы рассчитываем, то не на отдельных, мы рассчитываем на всех. Ну, вот это и беда. И, соответственно, вот, да, мы должны объяснить, мы должны, почему реферат это хорошо, но не то, что нам нужно. Нет, не то, что нам нужно. Вернее, это нам тоже нужно, но это нам нужно инструментально, нам это нужно для чего-то. Мы посмотрели, мы оценили, мы обобщили, сделали обзор, и... Это я спрашиваю во многом для себя, потому что, что у нас там сегодня, какое-тое число, да, через две недели мне первому курсу. Понесут. Ну, нет, мне объяснять им, что такое реферат, а как его писать. И зачем вам писать? Зачем писать реферат? Да, это страшный вопрос. Да, 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 а потом сдают реферат, да, те, кто не слушал, я не буду. Хорошо, еще совершенно в другую степь, ну, как же в другую степь, подчасти, подчасти. Смотри, вот когда, причем вопрос, даже скорее вопрос как к переводчику. И вопрос во многом именно о переводе, а не о чем-то там. Есть знаменитая вилка, я сейчас пытался вспомнить, кто ее из немцев разложил, вот ребята может подскажут, потому что я забыл. Это знаменитая вилка, что должен сделать переводчик, либо привести автора к читателю, либо подвести читателя к автору. То есть, вот этот мостик с Шейермахем, потому что это был, да, это был Шейермахем. Вот, и здесь вопрос, а вот что должен сделать? В чем смысл перевода, если вот так вот совсем, да, совсем просто спросить? То есть, мы, что, когда мы переводим, мы переводим чужой текст на свой язык? Хорошо, если просто текст, а если текст, отстоящий от нас во времени? Ну, давай, больно мы переводим Шекспира. Ох, мы переводим. Вот, ну, или мы переводим кого-нибудь, Франциско Дэвитоне. Еще кого-нибудь. Вот что мы делаем? Зачем? То есть, в чем цель и полагание здесь? Потому что есть коллега, здесь его сейчас нет, в жизни-то он есть, Виталий Иванов, питерский, в прошлом питерский переводчик, исследовательский схоластики, который утверждает, что мы должны дать автору, дать читателю самому продраться через текст, через мысли автора. И поэтому его переводы больше всего напоминают латинский текст, написанный русским буквом. Но на мой скромный взгляд. То есть, все эти схоластические коннотации, дивергенции, вот это вот все, все это просто пранслитерируется. А зачем мы переводим? Что скажешь? В том числе, зачем мы переводим в университетской схеме? Я скажу, как меня учили. Да, конечно. Я скажу, что мы переводим для того, чтобы сделать факт или язычной культуры фактом русскоязычной культуры. Мы переводим для того, чтобы включить тот или иной текст в культурный и научный оборот наш, отечественный. И это, собственно, если мы говорим о тексте, обрушен уже определенными смыслами за столетия, то есть, мы, соответственно, подводим базу под то, что у нас вот до сих пор ни на что не опиралось. под некие научные рассуждения. Вот у нас теперь есть текст, который мы можем встроить в систему. Хорошо, давай я поиграю в адвокат и дьявол. Можно же не переводить. Мы же читаем на латыни, на среднеанглийском. Но вот взяли да и встроили. Нельзя. Не нельзя. А почему? А потому что вот у меня, например, сидит аудитория. Вот 70 человек англичане, 40 немцев, 20 французов. И англичанам я могу сказать, ну, пойдите, почитайте Шекспира в оригинале. А немцам и французам я это сказать не могу. Потому что у немцев и французов другой рабочий язык. Потому что им не преподавали историю языка и для них среднеанглийский, поздний среднеанглийский, ранний, новый английский, на котором пишет Шекспир, это мы не можем этого сделать. Мы не можем это снобил переходящее в свинство считать, что все обязаны читать на языке оригинала. А может быть, он на суахиле читает. Может, у него язык оригинала суахиле. А ты ему тут пальцы гнешь, что ты Шекспира оригинале читаешь. Да. Снобизм переходящее в свинство. Эту формула я буду использовать. И вообще наше академическое поле снобизм должно исключать как таковой. Потому что мы все специалисты в своем и достаточно узкие. Достаточно узкие. Потому что я не знаю, я не полезу говорить о чем. Я не полезу говорить с французами об энциклопедистах. То есть я могу это читать в курсе «История зарубежной литературы общим» на втором курсе. Но, естественно, я не полезу это обсуждать с теми, кто этим занимается научно. Точно так же, как если они полезут ко мне с началом 17 века, все это закончится фаршем. Ну да. Тогда да. Спасибо. Коллеги, вопросы? Денис, Монак. Я хотел задать вопрос о том, что вы говорили в начале, что разложить текст, а один из выходов, это предпостояние, а не дается побыть, а то говорить. Говорить то, что... Ну, говорить и цепь. Именно посредством артикуляции. Я хотел спросить, как решается проблема, текарящая напрямую из этого. Когда мы говорим, мы очень и точно можем передавать информацию посредством интонации. То есть мы не просто говорим слова, мы выделяем. И зачастую, когда просто говоришь, обычная речь, идея очень понятна. Но если ее записать в такой форме, то из-за отсутствия вот этих акцентов мысль может измениться или потеряться. То есть я часто за собой замечаю, что я что-то написал, и когда я это говорю, мне... Ну, то есть я могу поставить акцент для другого человека. А для другого человека, то есть представить, как это будет выглядеть для другого человека, который может вообще в другом месте акцент поставить, и выставить совсем не менее, становится сложным. А это нас как раз приводит к той самой прелести ритектуры, о которой мы говорили уже ближе к завершению беседы. Потому что смотрите, очень хорошо, что вы об этом сказали. Даже смотрите, что получается. Логическое ударение в речи, в говорении маркируется через интонацию. Мы можем это перенести на письмо. Мы можем менять порядок слов. Мы можем менять порядок, я не знаю, предавочных предложений, чего угодно. Мы можем мысль привести к наиболее адекватному выражению того, что мы сказали. Это, собственно, и есть вот тот самый процесс оттачивания редактора, придания тексту истинного значения, к которому вы с самого начала стремились. Даже смотрите, когда вы читаете фразу вслуха, вы понимаете, так, а у меня же было вот это проакцентировано, а оно сливается, оно на письме не выделяется. Если это прочитать ровно, то интонация не читается. Мы не видим, где стоит логическое ударение. А как сделать, чтобы логическое ударение стояло там, где нам нужно? А вот сейчас мы возьмем вот этот кусок, мы перенесем вот сюда, а это мы перенесем вот сюда. Так, нет, мы вообще поменяем. Мы не в предаточное это вынесем, а в основное, вот, смотрите, что получается. Когда вы это слышите, у вас возникает потребность привести написанное к наиболее адекватной форме. Вот зачем нужно говорить. Вот зачем нужно этот текст проговаривать. Смотреть, а он работает или нет. А он вот так интонируется, как я хочу. Или его можно проинтонировать, придав некий другой смысл. То есть это нас заставляет более точно формулировать. Это нас заставляет думать, как это работает, как эта фраза может быть прочитана, как она может прозвучать. Поэтому да, поэтому мы редактируем, редактируем, и парки редактируем. Какой удар оттуда. Да. Ну, сможет. Да. Это вопрос. Но я пару раз так вот думаю, что очень хорошая, и спасибо идее, слава богу, она вообще хорошо написалась. И ты потом ходишь, носяшь от этой идеи, как ты как раз очень написал, как раз это придумал. В том, когда я находился у того, Потому что если не сказать, что эта идея была нечестно, это плохо так делать, а если сделать, что если это единственная хорошая тема, и даже она не моя. Нет, а вы вполне можете обозначить, ну смотрите, точное совпадение в формулировках, ну все-таки не бывает, да? Вот так вот, что прям 100% совпадение. Понятно, что вот эта мысль близка тому, что сказал тот или иной исследователь. Что вы делаете? Вы обозначаете подходы, вы говорите, что вот проблема была вот здесь понята, да? И вот оно было сказано, и соответственно мы идем дальше и говорим то-то-то, и вы идете к тому, что вам нужно. Естественно, слушайте, в конце концов, даже если вы не отдаете себе отчет в том, что та или иная мысль была кем-то высказана, она может быть высказана. Она может где-то лежать там, я не знаю, в каких-нибудь ежегодных трудах какого-нибудь вуза провинциального за 1983 год, и никто никогда не увидит, что она там лежит. Это называется ноосфера, извините. Это называется единство пространства интеллектуального. Так или иначе эти мысли циркулируют, так или иначе эти идеи будут возвращаться и вновь-вновь проговариваться. Если действительно стопроцентное совпаление, ну вот предположим, да, вот такое бывает вдруг, бац, и попали. Может, это прочитали когда-то, оно у вас где-то отложилось, и потом вот таким вот образом всплыло. Такое тоже бывает. Ну, в конце концов, оно же у вас не с потолка упало. Вы же как-то к этому пришли. У вас какое-то рассуждение к этому вело, вам оно зачем-то было нужно. Ну вот, пожалуйста, вот вам, собственно, уже предмет письма. Вам уже есть о чем сказать. Оно же не изолировано существует, это единственное мысль. Оно же не сама по себе. В конце концов, это может быть вот та самая опорная цитата, мы же говорили о цитатах, это может быть вот та самая цитата, которая вам нужна для того, чтобы вот здесь ее поставить и вокруг нее закрутившись уйти в новый период. Может быть, вот она вам для этого нужна, для того, чтобы скрепить два блока рассуждения. Такое тоже вполне возможно. Тексты оживые. Мне кажется, можно сказать, что, что ты пишешь, 100% в определенный день, когда не могло быть написано ничего нового, но то, как ты это пишешь, это абсолютно больно. И это тоже. И самое главное, это смотрите, что есть еще. Вот это вот то, что ты пишешь, вы же не пишете что-то одно. У вас, ну действительно, вы не гвоздь выбиваете. У вас есть какая-то линия, а эта линия стопроцентно совпадает с другой линией рассуждения не может. Просто потому что она ваша. Потому что вы вот отсюда идете, вот сюда. И как вы идете, что ваш умысел двигает, на что вы опираетесь. Здесь вы не можете совпадать с теми, кто до вас что-то делал в этом поле. Но опять-таки это вот тот самый момент присвоения, насколько это ваше. Вот если это ваше, то оно ваше. Если это сбор по сусенке собрана, нащипано по ученым трудам, ну тогда, конечно, оно не ваше. Тогда ему вашим не будет. Ну да. А еще, если есть коллеги? Да, Анна, прошу. Да, спасибо большое. Благодарю, просто заслушалась. Так вы красиво говорите. Я хотела... У меня просто очень много разных вопросов. Ну, если честно, хотелось бы вот начать как раз с перевода. С отношением между редактурой и непосредственно переводческой работой. Потому что это достаточно такие непростые отношения. Особенно, если это делают разные люди. То есть, когда это один человек. Но и один человек. Тут получается как бы трехголосие. Потому что автор, переводчик и редактор. А еще бывает вот, я представляю, я редактирую редактора. И получается, что вот... А еще корректор с амбицией, да? Который считает, что он сейчас вот все поправит. Что они тут напортачили. Вот это вот очень сложное такое соотношение. И иногда, я просто, вот пример. Вспомнилась у меня одна из сказок в «Братьев Гримм», где там карета, вот она как бы из тыквы. А на самом деле там карет. То есть, там как карета из желтой моркови. Но это же совсем разные кареты. Это же как бы даже, ну, визуально все немножко меняется. И вот, как бы, схлестнулись. Переводчик, редактор. То есть, и вот на таких мелочах. На каких-то более крупных, мысловых. И как здесь работать вообще? Может быть, надо показывать вот эту вот внутреннюю работу. Потому что она остается за кадром. То есть, читатель уже читает текст. И он не видит, что там были битвы. Он не видит вот этого ничего. Он не видит напряжения. А там, на самом деле, же вот такие вещи происходят. Вопрос, прямо скажем, больной для меня. Потому что я своего редактора нашла не так давно. Редактор – это ведь гораздо больше, чем любовь. Это человек, с которым ты в гораздо более близких отношениях состоишь, чем, собственно, с предметом романтических чувств. Потому что вы друг другу в голову влезаете, и в этой голове копаетесь. На самом деле, что делает переводчик с текстом? Вот он работал, 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 работал. Потом, ну, если он не пошел на поводу этого эндорфинового голодания и сделал хотя бы за месяц до дедлайна, вот текст у него полежал немножечко, подостыл, отдалился внутренне. Тут можно что-то еще другое делать. Потом ты в него заныриваешь, естественно, ты начинаешь его править. Понятно? Потому что ты видишь то, что ты пропустил, пока текст был горячий. Проскользнул поэтому просто. Ты начинаешь править этот текст. Ты его приводишь, как тебе кажется, в хорошее состояние. Вот теперь он такой, как надо. Дальше ты его отдаешь редактору. Редактор тебе его присылает, и ты понимаешь. Все красное. Все, все исписано. Все. Выноски на полях. Здесь то, здесь все. Первое желание какое? Первое желание пойти убить редактора. Нормальное человеческое желание. Я не для того тут костюме ложился. Я полгода с этим романом жил. Вон что мне говорят. Но на самом деле, тут надо понять, что для редактора это исходный текст. Для нас он итоговый. Для него он исходный. Он с ним и работает, как с исходной. То, что мы эту картошку уже почистили, это наша глубокая драма. Ему она совершенно... Ему еще и умыть приходится, когда он ее получает. Потому что он начинает с нуля. Это у него нулевой цикл. Он начинает с текстом работать не потому, что хочет нас переписать, а потому что он его видит впервые голыми глазами. Соответственно, он не знает, как мы к какому-то решению пришли. Он не знает, как мы над чем работали. Для него это итог. Для него это вот уже данность. Он как с данностью и начинает пытаться что-то сделать. И здесь, конечно, очень важен момент конструктивности. Чтобы не схлестнулись. Амбиции редактора, амбиции переводчика. Редактор, да я сейчас все переделаю. Переводчик, да ничего ты тут не переделаешь. И дальше вот так вот, как бы бараны сшились. Мне повезло. У меня действительно хороший редактор. И Гайденко, я даже ее вспомню. Мы с ней работаем, проясняя все моменты. Где-то она предлагает вариант, может быть, неожиданный. И она пошла с другой стороны. У нее другое восприятие текста. Соответственно, мы что-то пытаемся на стыке родить. Мы пытаемся так. Ну вот, меня не устраивает это. Тебя не устраивает это. Ну давай, может быть, вот так. А если вот так? Какие-то коллегиальные решения появляются. И они, кстати сказать, появляются довольно удачные в результате. Так я смотрел. Потому что они работают в тексте. А можно я вклинюсь этим коротким, чуть-чуть перенаправляющим пока что вопросом. Ну, известный мем, да? Демотиватор с картинкой из «Аватара» и с вопросом, как узнать твоего научного. Он сразу захочет тебя увидеть. Но ведь отношение студент-научный именно на уровне текста. То есть, когда студент уже прекращается заниматься и начинает поносить текст. В смысле, я хотела сказать, духовным творчеством. Прекращается. Поиском себя. Да. И начинает поносить те тексты. Отношения ведь здесь складываются с одной стороны автор-редактор. Только, ну понятно, научный ролик редактора идет. А с другой стороны появляется такой феномен или иллюзия феномена редактора облеченного властью. Ну, вроде как ты же научный, ты вроде как человек. Ты же главный в этой процедуре, да? А вот что ты скажешь, вот если говорить студенту, да? То есть, вот насколько здесь хвалидна автономия студента, когда ты взрослый, сформировавшийся автор или переводчик, и у тебя есть редактор, да, хочешь его убить, да, и можно договариваться, в конце концов. А когда тебе идет, нет, вот здесь не так, здесь не так, здесь не так, а здесь вообще все уберите. Насколько, так сказать, твоя автономия как автора здесь работает? Именно студенческая автономия. Мне все-таки кажется, что наша задача, вот если мы говорим о преподавательской задаче, о задаче научного руководителя, наша ведь задача, чтобы он сам сделал. Ну, есть такое. Есть такое, да? У меня была прекрасная коллега, которая, собственно, повлияла на меня и сделала меня в честь тем, кем я являюсь в Церкви Небесной. Она, отдавая работу на отзыв оппоненту, всегда говорила одну. У меня была фраза, которая звучала ранее, после, она говорила, работа абсолютно самостоятельная. И я понимал, что сейчас ты откроешь, а там будет что-то совершенно невообразимое, и дай бог мы на три это вытащим на защите. Абсолютно самостоятельная работа. То есть наша задача, тут, кстати, еще момент такой почти детско-родительской сепарации, потому что в какой-то момент сепарироваться должны оба, и научный руководитель от студента, и студент от научного руководителя. И я не буду делать за тебя все, а ты не ждешь, что я за тебя все сделаю. Я отвечаю за то, чтобы ты квалификационные требования выполнил, но то, что ты представишь на защиту, это твое произведение, это твой текст. Я могу тебе показать, вот у тебя вот здесь не бьется, вот у тебя вот здесь нет логического перехода, у тебя мысль, положение, которое ты приводишь в качестве подтверждающих, не подтверждают твоих исходных положений. Выводы не клеются к рассуждению. Это я тебе могу показать, но за тебя я этого сделать не могу. Но с другой стороны, понятие или контраргумент с позиции научного, ведь я же ставлю свое имя на титульную лист рядом с вашим. Но я же свои, да и не хочу подписывать, где вот здесь не клеится, здесь не работает, здесь не бьется, здесь не так. И теперь и делу. Здесь мы имеем право сказать, иди переживай. Если вот оно, вот здесь вот разваливается, вот здесь дырка, иди за шею. А где-то граница, за которой студент, у меня в данном случае очень интересна позиция именно студента, потому что очень часто наблюдаешь вещи, которые мне, в общем, не нравятся. Самому очень такая немота перед авторитетом. Ну, если вот научный говорит, я сделаю, я не буду возражать. Я считаю, что я здесь прав, но возражать не буду. Вот где, докуда Донштайн может доходить вот эта автономия студента-автора? Это вот я вспомнила, да, будучи рассказы. Я вспомнила прекрасную девочку. Давайте назовем ее Алёнушкой, хотя ее звали по-другому, которая приносила совершенно невообразимое с точки зрения русского языка. То есть, когда заходная фраза была об этом романе, было написано и посвящено много литературе человеческих трудов. И так была написана вся работа. Абсолютно. Но это было страшно. Это напоминало машинный перевозок неизвестного языка. И когда она в очередной раз с этим пришла, и, естественно, это все правило, она приходила, приносила опять то же самое. И когда она в очередной раз с этим пришла, я ей сказала, Алёнушка, а почему этот текст выглядит так, как будто вы его забили в Google на каком-то неизвестном языке? Вот он вам вот это вот выдал. Она меня посмотрела вот так вот, такими глазами и сказала, нет, это мой собственный язык. Потом добавила, я знаю, мне надо его развивать. Вот это вот, это мой собственный язык, мне надо его развивать. Я неизбежно вспоминаю, когда заходит речь о степени автономии студента. Ну вот... Это мой собственный язык. Но если это твой собственный язык, ну возьми его, и с ним мир, детка, потому что я ничего сделать не могу, если это твой язык. Ну а как? А что здесь можно сделать? Нет, ну значит, мы говорим ровно о том, о чем, в общем, ты говорила во многом сначала, нащупать свой язык, и если ты его уже нащупал, то тогда ставите его, да и выдернуть. Потому что это твой язык. Я возвращаюсь в вопрос, Анне. Вот как раз продолжая вот эту вот беседу, дело в том, что часто встречаются студенческие работы, где наоборот, чрезмерная самостоятельность и очень, скажем, кардинальные мысли высказаны, и они идут в разрез, в принципе, с традицией. То есть обязательно несколько человек на курс, студенты приходят вот как раз вот какие-то вот такие... Это прекрасно. Причем чем младше курс, тем больше вероятности, что такое возникнет. Конечно. И вот с этим даже сложнее работать, потому что, получается, если начинаешь резать, добавлять, что-то как-то исправлять, то ты как бы репрессивно влияешь на текст. А здесь бы не хотелось, но с другой стороны, вот та же самая история, что если с этим текстом куда-то прийти, то студенту будет очень больно и неприятно, потому что его вот эта вот как бы самостоятельность и очень яркий текст, ну вот он идет просто в разрез со всеми традициями. И вот здесь вот как быть, как сохранить в студенте вот эту вот искру, то есть если у него есть это желание, то хотелось бы и не убить, и как бы не... И в то же время иногда, да, только такое возникает состояние, что хочется посоветовать как-то студенту все-таки взять это в рамки. Что делать? Здесь, по-моему, самый очевидный путь, это, как вы говорите, идет в разрезе с традицией. Самый очевидный путь это знакомить с традицией. Поэтому чем младше, тем это вот так... Знакомить с традицией, погружать в нее, показывать. Да, безусловно, мысль-то новая, свежая, но вот давайте посмотрим, а вот если мы ее в контекст поместим, она будет работать? Расширять контекст? Вот, и тогда, получается, студент приходит в состояние депрессии. Почему нет? Если у человека есть потребность к формулированию каких-то своих идей, то чем больше мы питаем эти идеи, чем шире мы поле ему обрисовываем, тем больше вероятности, что в результате вот эта вот дерзость новичка принесет какие-то положительные плоды. Кормить надо вот эту вот идею, эту мыслью надо подпитывать и показывать вот-вот-вот-вот-вот, вот это возьми, вот это возьми, вот это возьми. Может, она заработает, может, она размахнется, а либо наоборот, она наестся и угаснет. Такое тоже бывает. Ну, то есть, войдет вот в обычные студенческие рамки требуемое, и не более, Такая интересная гастрономическая... Шекспир? Шекспир? Это Шекспир? Это Герцг-Карсин, который говорит, что если музыка пищи любви, дайте мне как можно больше, чтобы аппетит удовлетворившись умер. Да-да-да. Спасибо. Еще вопросы, коллеги, если есть. У меня тоже еще один вопрос. Вот как раз прекрасная фраза снобизм, переходящая в свинство. Просто безумно понравилось. И просто хотелось поделиться такой историей из своей школьной жизни, когда мы писали сочинение по Обломову, и так случилось, что весь класс написал, как полагается по учебнику, а меня какая-то муха в этот момент кусила, я написала, что Обломов хороший, потому что и вот как бы ряд аргументов. И преподаватель у нас, не знаю, повезло, наверное, преподавателем, она была из университета, в школе она сказала, что я могу сейчас поставить либо всем двойки и одну пятерку, либо всем пятерки и одну двойку. То есть вот либо так, либо так. Она именно по содержанию. Либо все неправы, кто как бы один прав. Она сказала, я как бы делаю эксперимент, я ставлю как бы мне вот одну пятерку, всем остальным двойки. Это было ужасающе. То есть это было, знаете, вот настолько получат вот эти трактовки и когда мы, получается, идем опять же против течения какого-то текстом, с трактовкой, может быть, какая-то курсовая, то здесь опять же мы находимся в коллективе, мы находимся в каком-то обществе, есть генеральные трактовки, есть какие-то дополнительные трактовки. И вопрос, как здесь быть, не потерять свой какой-то голос, но в то же время не упасть в снобизм, дать многообразие. У меня всегда было ощущение, чем мы занимаемся, допустим, в семинаре студенческом, чем я занималась со своими, мы едим слона. Если продолжать гастрономические метафоры, мы все разрабатываем какую-то одну большую тему. То есть у нас есть что-то очень большое, и мы каждый со своей стороны к этой теме подходим. Мы что-то такое колупаем свое. Поэтому говорить о том, что мы здесь сейчас нарушим некую конвенцию, мы пойдем поперек общего мнения, я не вижу для этого оснований. Если мы так или иначе занимаемся, ну, примерно, вот у нас некий куст тем есть, они все близки, потому что этой темой занимается наш научный руководитель, она в поле его интересов находится, и мы все вокруг нее вьемся, мы все что-то делаем здесь. У нас получается не как полифония, у нас получается такой стереоэффект, каждый что-то свое говорит, свою точку зрения предлагает, мы же все говорим об одном итогах, так или иначе, мы все как-то вокруг одной проблемы выстраиваем свои позиции. Здесь нельзя быть не в единодушии, в единодушии, а не в риском антагонизме. Здесь можно говорить скорее о количестве проекций, а не о том, что мы кому-то противоречим. Нельзя противоречить всем обладающим своим подходом. Вот если у нас есть магистральная линия, вот нам так сказали, и мы все это повторяем за тем или иным авторитетом, вот туда, тут можно отколоться и встать в оппозицию ко всем. Но если мы занимаемся действительно научной проблемой, у нас по определению не может быть вот этой генеральной линии. У нас по определению не может быть общей точки зрения. Собственно, опять-таки, это то, о чем мы говорим, как окончается школа и начинается университет. Ну да. В чем разница? Вот в школе да, 30 человек воспроизвели учебник, Машенька сказала от себя. А университетский семинар так он не предполагает. Изначально просто в силу устройства своего он этого не предполагал. Да. То есть там да, вы как связан объем текста, на котором студенты надо учиться. Объем. Вот задачи, которые стоят. Поясню, понятно, что разные могут быть. Эссе разного типа, реферат. То есть может быть надо адресовать какую-то тему или какой-то источник. Не просто прореферировать, а как бы мыщенную проблему, аргументацию, контекст. Или просто по какой-то широкой теме курса, какой-то итоговый рейсерк. Надо взять какую-то проблему, сформулировать тоже какой-то спорный тезис и как-то аргументировать, используя материалы курса. Тем самым он должен показать и что он пульс осознал, и тексты прочитал, и что у него есть своя собственная реферия. То есть вот объем. Полный конкретный вопрос. Я понимаю, что могут быть разные объемы для разных целей. По вашему опыту, есть ли типология, градация для каких целей оптимальный размер объема, не знаю, страницах, словах, знаках. Я тут могу вспомнить, как работали мы. У нас, собственно, что мне очень нравилось всегда, были базовые теоретические курсы, которые предполагали, может быть, написание неких курсовых обзорных работ. В основном это на зачет, на оценку. То есть если человек хочет выйти на экзамен с одним вопросом, то он пишет ту или иную работу. И у нас была со второго курса так называемая система просеминаров. То есть когда курс делится на небольшие группы, у каждого своего рода научный руководитель, это такая еще очень-очень условно-научная работа, где темы формулируются максимально конкретно, максимально узко. То есть это какой-то один аспект, одна маленькая проблема. Это должно быть интересно, потому что на третьем курсе они пойдут расходиться по семинарам уже научным, и это у нас такая цыганочка с выходкой, мы рекламируем себя, мы говорим, смотрите, как интересно заниматься литературой вене, не ходите к лингвистам, ходите к нам. Потом приходят лингвисты, начинают отвечать кулаком по столу и кричать что такое, где наша нагрузка, почему они все пошли к литературу ведом. Что мы здесь делаем? То есть работа просеминарская, где у него вот такой маленький кусочек проблемы, совсем ломтик тоненький мы отрезали от большой темы, здесь получается стандартное оформление, 12-й шрифт через полтора интервала, это где-то 15 страниц. Вот на этом пространстве, на пространстве 15-й страниц, он может показать, как он научился заходить в свою маленькую проблему из общей тематики курса. Вот тут ему есть где разбежаться. Вот мы говорили о том-то, 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 а вот то-то, 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 и вот конкретно моя проблема на этом фоне выглядит вот так. Здесь есть разбег, здесь есть возможность продемонстрировать, чему ты научился с точки зрения теории, и что ты с этой теорией можешь сделать. Пока еще, конечно, это детский сад, это пока еще действительно уровень такой, самый примитивный. Если же мы говорим о работе 20-30 тысяч, я думаю, 12-й кейтинг, 15-й кейтинг, 15-й кейтинг, это верхний призем, 12-15, 12-15 страниц, значит, где-то 20-30 тысяч. А курсы такое семестровое курс? Нет, но они там просто получается, там просто получается, что они ведь эти работы, они их не просто сдают, они их, почему, собственно, это вот такой про-семинар, пробный, они на этом семинаре учатся защищать. Они выходят с докладом на своих же, на вот эту вот группу, которая у нас сформировалась. Я ужасно любила эту практику, это было практически мое любимое практическое за пределами лекционных курсов занятие, потому что вот оно живое, оно вот сейчас оно формулируется, формируется, ты смотришь, прям вот такие они все воодушевленные, они что-то сами делают, они что-то там обсуждают, они в твоем какую-то тему разрабатывали, что-то такое сочинили, вышли на доклад, дивно совершенно все выглядело. Если эта работа такая вот сугубо негоничная, такая квалификационная к экзамену, чтобы закрыть на экзамен какие-то темы, понятно, там объем меньше, понятно, там объем меньше, потому что там от него ничего особо не требуется. это же не столько проверить и выставить оценку, если наша цель как бы дать хорошую обратную связь по тексту, так, чтобы прочитать, можно дальше совершенствоваться. То есть, насколько вот этот объем связан с возможностью дать подробную обратную связь преподавателю? Ну, преподаватели это начинают делать, они вот, смотрите, это семестр, соответственно, они, значит, первые где-то два месяца работают, ходят на семинары, готовятся, а после двух месяцев они начинают нести работы. и, соответственно, у меня до конца семестра есть время, вот мне принесли две работы, я их за неделю до следующего занятия прочитала, вернула, сделала замечание, то есть, это такая вот, да, это постоянная работа, они не все их одновременно в конце семестра приносят, они к концу семестра уже все вышли с докладами на семинар, то есть, у них уже какое-то готовое исследование есть. соответственно, ну да, они оформляют эту работу, уже ее подают, там уже ее может читать и завкафедра и кто угодно, потому что, естественно, всем интересно, о чем у нас, собственно, такой на будущий год придет в семинары, что может к нам прийти, работу писать. Ну, то есть, индивидуальная работа, то есть, обратная связь и исправил. Да, 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 да. Это действительно это вот была моя любимая практика. А в таком проще медиале работал, ну, один, давайте, или на группу? Один. Один со своей какой-то темой. Я в свое время, поскольку у нас совершенно первым занималась, мой научный руководитель, непосредственно, который меня выпестывал, я взяла готику, конец восемнадцатого, начало девятнадцатого века, страшный роман и все прочее. Потом они мне туда еще вампиров натащили с девятнадцатого века. У меня был совершенно прекрасный семинар. У меня были девочки Готэ с черными губами. Это такой абсолютно был дивный семинар. Ну, по идее, там должно быть не больше пятнадцати человек на курсе. но когда там вампиры, естественно, они ломятся чуть ли не в драку, а кто с этим. А сколько было в драку? Восемнадцать. Ну, просто наши реалии, здесь я поясню, откуда вопрос. Владислава, вот этот последний, в наших реалиях группа открывается с пятнадцати человек. Меньше. Так у нас пятнадцать человек, группа языковая, а нельзя, чтобы одна языковая группа вся пошла к одному руководителю семинара. Это исключено. А сколько таких семинаров идет параллельно? Четыре. Ага. Здорово. Ну, хорошо. Это только англичан, еще немцы. Второй. на первом курсе, например, вот как пришли первокурсы, надо научить просто писать. Рефераты. Первый курс это реферативные работы пока еще. Рефераты, рефераты, потом раз, сразу на семинар. Нет, там же система рефераты, они пишут, а там система, которая готовит, это система коллограмм. они учатся как-то говорить, читать, занять что-то, готовиться. То есть, это уже попытка войти в поле обсуждения, в поле более-менее научное. А так, пока рефераты, пока им надо научиться литературу осваивать, читать, понимать, про что это, готовить обзор литературы, ну, иначе куда потом, потом не куда. Спасибо. Так, коллеги, время еще для одного вопроса, если есть. Ну, тогда, ой, тогда просто огромное спасибо. Вот, и это было по-настоящему хорошо и жутко интересно, по-моему. Я старалась. Вот, спасибо большое. Вот, коллеги, сейчас я обращаюсь не только к тем, кто здесь в одной со мной зале, но и к тем, кто по ту сторону экрана. Спасибо вам, что были с нами и приходите еще и на следующей неделе, потому что на следующей неделе мы продолжаем сейчас я подберу нужную фразу, диверсифицировать состав докладчиков. То есть в этот два первых раза был преподаватель программы, а сегодня человек и с преподавательским опытом, и с огромным опытом переводчика и редактора. А вот в следующий раз спикером семинара будет человек, который не преподаватель в общепринятом смысле слова, университетском смысле слова, но при этом один из лучших, я думаю, что я вряд ли ошибусь, я просто скажу, что лучший журналист-репортажник современной России, великолепный интервьюер и прекрасный мастер текста, человек, умеющий писать очень по-разному, я говорю о Юрии Васильеве, который придет к нам ровно через неделю, так что, как говорится, не отключайтесь, в смысле отключайтесь, но возвращайтесь к нам, stay tuned. Спасибо всем.